Ежедневно в Карачаево-Черкесии регистрируется 80 новых случаев заражения COVID-19. Основные COVID-госпитали республики работают на полную мощность. Есть еще и резервные, расположенные в Черкесске, Дегехабле, Усть-Жигути и Прикубанском районе. О том, как организована работа в COVID-госпитале при Черкесской городской больнице, расскажет Мурад Женкёзов. В России рост заболеваемости коронавирусной инфекции наблюдается в десятках регионов, в том числе и в Карачаево-Черкесии, ведь ситуация здесь остается сложной. По состоянию на 14 октября общее количество заболевших коронавирусом составило 8166 человек. Только за один день в COVID-госпиталь при городской больнице Черкеска поступило 30 пациентов. В группе особого риска люди старшего поколения. С 60 до 70 чуть-чуть больше госпитализированных, чем с 50 до 60. Поэтому, как нас и готовят, как и предупреждает нас Минздрав, 65 плюс – это опасно. Если в первую волну пандемии в республике были проблемы, связанные с тем, что мы не были готовы к столь быстрому распространению и большому количеству зараженных, а лекарственные препараты были в дефиците, то на сегодня ситуация стабилизировалась. Отбор и лечение пациентов проходит в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России. Выпущена уже 8-я, даже 8-1 версия методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. И, конечно, эти методические рекомендации изменились. Ушли некоторые препараты, которые не подтвердили свою эффективность, а некоторые появились те, которые уже разработала отечественная промышленность. На практике хорошие результаты в лечении вируса показали аппараты неинвазивной вентиляции лёгких. Это когда больной находится в сознании, лежит на животе и дышит через специальную маску. Вкупе с разработанными этим летом российскими учёными противовирусными лекарствами лечение ковид-больных показывает обнадёживающие результаты. Есть такое понятие упреждающая противовоспалительная терапия. И в первую волну все искали только препарат Актемра. То есть это препарат для лечения цитокинного шторма, когда он уже в ходу. А сейчас появились отечественные препараты, которые упреждают этот цитокиновый шторм. Это препараты Борицетиниб, это препарат Артлегия. То есть это препараты, зарегистрированные нашими отечественными производителями вот этим летом. Несмотря на карантинные мероприятия, вирус COVID-19 распространяется в республике быстро и широко. Специалисты возлагают большие надежды на новую вакцину. Уже поступили первые 40 доз. Ну я, например, жду вакцину. Я бы хотела тоже, конечно, привиться, потому что я всё время контактирую с работающими, я провожу с ними планёрки и так далее. Ну и в зону приходится заходить, когда какие-то чрезвычайные ситуации. Планируется, что прививать от коронавируса будут бесплатно. А массовая вакцинация против коронавируса в стране ожидается в феврале следующего года. Мурат Шангёзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия.